Медицина не для всех. 25 тысяч киеврян вскоре могут остаться без врачебной помощи. Все благодаря очередной оптимизации Минздрава. Его руководство решило закрыть одну из крупнейших медико-санитарных частей столицы, а персонал уволить. Сегодня медики вышли на митинг. Даниил Снисарь расскажет подробности. Медсанчасть номер 18 начала свою работу в 1986 году. Теперь спустя 32 года в Минздравоохранении решили провести так называемую реорганизацию и уволить более 200 медицинских сотрудников. Без объяснения причин. Эта больница обслуживает сразу несколько районов Киева, в том числе крупные предприятия торговли и питания. В общем почти 25 тысяч пациентов. Стоп ликвидация! Стоп ликвидация! Сегодня сотрудники медсанчасти собрались возле здания небольшой республиканской клиники. Сюда на новые рабочие места руководство Минздравоохранения обещало перевести всех работников в 18 больнице. Когда вышел наказ 7-8-1, подписанный Ульяной Супрун, где было указано, что нас реорганизуют и трудоустроят в эту клинику. А вчера пришло к каждому попереджение, где указано, что все извольняются и всех на биржу. Вот их законы, вот их рейдерские методы работы. Это уже пятая акция протеста медиков. А получить какие-либо объяснения от министерства врачи пытаются третий месяц, но безуспешно. Причину мозг не объясняет. Мы записывались до Супрун на прием. Она прием не ведет лично. 18-я медсанчасть – одно из немногих медучреждений Киева, которые приносят доход в госбюджет. Медики подозревают, на здание больницы положил глаз кто-то из чиновников. Врачи говорят, после того, как эта ситуация получила огласку, Минздрав начал действовать радикально. Шантажируют сотрудников невыплатой зарплаты и увольнением. Была перерахована зарплата мизерна. Лекари получили по 200-300 гривен. Что это за страна? Что это за зарплата? Вы понимаете, что люди все на взводе? Главный лекарь, начмед, главный бухгалтер, яких звольняют по статье. За что? За то, что человек борется за свое право працювати? В ближайшие дни медперсонал планирует предпринять попытку в последний раз достучаться к недоступным руководителям Минздрава. Если их не услышат, люди готовы к масштабным митингам, в том числе будут перекрывать центральные дороги Киева. Персонал 18-й медсанчасти уже готовит иск против чиновников. Данил Снисор, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.